и что же такое молитва молитва это процесс во время которого человек побеждает память о себе вот память о себе или звук моей судьбы живет в нашем сердце постоянно и привыкает к себе огромное внимание человек постоянно средства сосредоточен на себе в жизни он не может от себя отвлечься ни на секунду что такое победа над судьбой следует знать что судьба всегда действует через память вот представьте допустим вы забыли про себя и начали помнить о ком-то другом это может происходить только по двум причинам или вы там почувствовали огромную силу или вы там почувствовали огромную любовь запомните что если вы помните о своем любимом человеке своей любимой собачки о своей любимой машине и забыли при этом про себе про себя то в этом случае вы варитесь внутри своей судьбы потому что через себя человека через собачку через машину все через все это действует наша собственная судьба если вы забыли о себе и думаете о природе то через это действует бог если вы забыли о себе и думаете о хороших качествах люди чистоте в людях то ли через это действует бог если вы забыли о себе и думаете о святости о святых людях через это действует бог уже когда человек забыл о себе и связываться с богом его судьба сгорает как дрова в костре что это значит это значит что если допустим его должны привязать его просто чиркнут ножом по по коже то есть смерти не будет приведу пример это пример я знаю лично один человек очень верил своему наставнику духовному учителю тот ему сказал ты должен сейчас делать то ничто я говорю всем остальным людям а что я скажу только тебе это будет исключением он будет я буду делать все что вы скажете и он ему сказал ты должен есть очень много и стать очень толстым но пред произойдет событие одно после которого ты должен потом ограничивать себя пищей всю жизнь и стать худым и этот человек начал слушаться и кушать очень много и стал жирным вот и в какой-то момент когда он зашел в свой подъезд доме на него напал маньяк перезал ему горло и когда он перезал ему горло он ему вот настолько распорол шеи вот и не дошел до вен да все равно он думал точно что его убил этот человек стал ему зашили шею потом он остался жив после этого начал худеть я просто это исключение просто вам говорю как с помощью старших человек побеждает судьбу есть разные варианты как это происходит это исключение что именно так но всякое может быть это не значит что надо слушать все подряд 8 старший говорит брось жену ты бросаешь жену старший говорит дай мне все свои деньги ты отдаешь все деньги это означает что этот счет те обманывают чаще всего старший наоборот тебе помогает они обирает тебя это тоже признак старшего старший это не корыстный человек он хочет тебе служить и поэтому он квалифицирован быть старшим что он может служить лучше чем ты и он от тебя не зависит ни в чем ни в деньгах и в положении в обществе ты и он не нуждается ни в чем это значит старший человек и он по своим просто милости дает тебе знание это значит старший вот такого человека надо выбирать себе наставник и так давайте поговорим о звуке и о молитве память это самое главное что есть наша жизнь с помощью памятью мы усправляем управляем своей судьбой вот допустим если я помню о том что мне плохо я в это время разрушаю свою судьбу если отвлекся от этой мысли что мне плохо и начинаю думать о птичках желать всем счастья о деревцах о людях и так в этом случае я побеждаю свою судьбу но если я помню о святом человеке радуюсь ему и забыл про себя в это время я побеждаю судьбу и сжигаю ее плохую судьбу вплоть до того что если муж ушел значит я сжигаю до такой степени что он может вернуться а если он не возвращается потому что у него все равно остается свобода выбора даже если его сильно потянет то бог даст еще лучше потом ну то есть бог не зависит мужика который от вас ушел этот мужик просто является орудием его руках для выполнения вашей судьбы если вы победили свою судьбу то вам будет все равно положен мужик этот или другой бог уж решит сам не обессудьте если вы говорите мне нужен только этот он отец моих детей тогда вы вступаете в конфликт с богом уже и бог может даже этого вам дать но потом вы пожалеете и поэтому требовать что-то от бога это очень опасный вообще метод духовной практики например дай мне зарплату дай мне мужика дай мне туда несет понимаете правило номер один как только человеку что-то хотя бы чуть-чуть становится положено немедленно бог ему это дает а если человеку что-то не положено значит в этом есть серьезная причина этому человек не должен ничего вообще просить у бога он должен просто ему служить и становиться чистым как только приходит разные виды чистоты человек получает разные виды благ сразу и все бога надо просить только духовного знания которое допустим в христианстве насказательный называется хлебом насущным самый насущный хлеб это духовное знание это не булка хлеба самый насущный теплая это конечно надо просить